Учитесь? Да. Студентки? Да. Вот по завершении обучения планируете ли вы оставаться в Саратове? Нет, нет. Почему? Потому что этот город не перспективный. Ага, то есть собираетесь переезжать куда-то? Да, да. Что должно измениться? Чего не хватает? Структура города, мне кажется. Отношение мэрии города, я думаю. Самому городу, к жителям. Что с работой у нас вообще, на ваш взгляд? Есть ли это перспектива? Нет, мне кажется, нет. То есть здесь только получать высшее образование и дальше уже переезжать в какие-то крупные города. Но я хотела бы отсюда уехать. Почему? Мне не нравится обстановка Саратова. Мне не нравится рабочий процесс здесь. Мне кажется, Саратов не развивается для подростков, молодых людей. Мне кажется, должно измениться отношение к рабочему классу в Саратове. Потому что, особенно когда ты учишься и работаешь, не уважают твое рабочее время и платят мало. Чем вам нравится этот город? Какие вы здесь видите перспективы? Ну, вон какие дома красивые стоят. Прекрасные фасады 19 века. Ну, как можно не любить этот город? Вот. Что у нас с работой? Я считаю, все прекрасно. Если умеешь, то найдешь. Вообще, знаете, как говорят, везде хорошо, где есть деньги. То есть в Саратове можно жить хорошо, если у тебя будет хорошая работа. Здесь можно оставаться на лето, жить с друзьями. А если тебе зимой здесь неприятно находиться, то можешь просто уехать в теплые страны. Если тебе здесь комфортно и климат тебя устраивает, оставайся здесь. В Саратове можно остаться. Я считаю, что этот город красивый. Он богат нашими парками, достопримечательностями. Театры, музеи – это все благодаря Саратову. И я скажу одно, что да, работа, ну, тут как бы напряг с ней. Почему? Потому что мало платит. Но пробиться можно, как бы это странно не звучало. Именно вот я, по своему мнению, останусь в Саратове. Почему? Потому что я хочу именно тут подняться, я хочу тут дальше учиться. У меня тут друзья, у меня тут много знакомых. Весь, грубо говоря, Саратов меня знает. Поэтому я останусь в Саратове. Стараетесь ли оставаться в Саратове, работать? Да. Стараетесь оставаться? Да. Чем хорош город? Ну, а почему бы его сначала не осилить, а потом уже более большой город осилить? Тут можно развиваться, начать. Потому что, когда ты приезжаешь в большой город, и ты такой маленький, тебе будет сложно развиваться. Сначала нужно постепенно. Достигаешь тут, потом едешь в более большой. Планирую уехать в Москву, потому что, во-первых, там родители живут, во-вторых, там, ну, больше средней зарплаты и перспективы, в принципе, в плане роста карьерного. Что должно измениться в Саратове, чтобы вы не уезжали? Ну, наверное, уровень жизни подняться. Я планирую уехать, но здесь. Здесь не нравится? Здесь не нравится. Мы сами из Балакова. Да, мы приезжие. Да, мы... Ну, а вот, например, тот же Балакова взять. Город соседний. Есть ли смысл там остаться или нужно уезжать? Не знаю, всем по-разному. Кому как нравится. От чего их зависит? Не знаю, от работы, наверное. В основном? От финансового, наверное. Благосостояния. То есть у кого есть работа, у тебя остаются, у кого нет, у тебя едут куда-то. А есть ли смысл оставаться сейчас в Саратове? Или нужно куда-то уезжать? В другой город? Конечно, в Москву. Почему? Что здесь не так? Ну, в Москве перспектив больше, там все деньги крутятся, поэтому... Ну, однозначно в Москву. Оставаться пока что. Что хорошего в Саратове? Ничего. Ну, остаетесь. Ну, это потому что образование нужно, и все. А вот если получите образование, что дальше? Питер, Москва, либо Астрахань, больше некуда отсюда. Почему? Потому что здесь ничего нет. Там есть возможности. Там деньги мутятся, там все делается. Я хотел бы остаться в Саратове на ближайшие несколько лет, но потом, в принципе, планировал уехать. То есть, как получите образование? Ну, да. А почему вы уезжаете? Что вас должно остановить? Ну, остановить должно появление вакансий для меня, то есть желаемых, которых в Саратове, в принципе, мало. Я 10 лет прожил в Москве и в прошлом году вернулся в Саратов. Вот. И, в принципе, не собираюсь отсюда уезжать, потому что тут есть свои плюсы. Вот. Ну, во-первых, ну, так скажем, отсутствие информации, информационного шума, вот, который есть в крупных городах. То есть здесь тихо, спокойно. Здесь действительно можно побыть наедине со своими мыслями, сделать какие-то там свои проекты, да, и так далее. Вот. Ну, минус, конечно, отсутствие какой-либо культурной среды. То есть не проходит мероприятий, не проходит никаких там интересных выставок. Нет толком там, ну, каких-то комьюнити, да, в которых можно было бы прийти и пообщаться действительно с людьми, с которыми есть что обсудить. Вот. То есть все как-то сидят по домам. И, соответственно, это является, мне кажется, главным, ну, типа, ограничителем роста для Саратова на данный момент. Я верю в Саратов, я верю в этот город, и я вижу, что сейчас на него начали обращать внимание. У нас прекрасный город на Волге, у нас прекрасная река, на которой можно отдыхать, красивая природа. Конечно, есть перспектива. Просто нужно немного трудолюбия и внимания людей. Ну, и, конечно, любить наш город. Порядков в городе нет, чистоты нет, работы нет, развлекательных таких интересных учреждений и мероприятий нет, поэтому молодежи здесь неинтересны. Вот. К сожалению, так. Вот я приехала сейчас из Москвы, я полгода там жила, и я вдруг с горечью заметила, что мой родной город очень печален. Нет парков, зеленые зоны уничтожены и уничтожаются. Ну, нельзя так. Нельзя. Надо любить свой город.